На календаре 1 июня и сегодня в России, как и во многих странах мира, отмечается Международный День Защиты Детей. И это не только веселый праздник для самих детей, это еще и напоминание нам с вами о том, как важно делать все для того, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми и занимались любимым делом. Сегодня в нашей студии человек, благодаря которому жизнь ни одного поколения детей тесно связана с творчеством. Это композитор, заслуженный работник культуры, руководитель театра детской песни Саманта Евгения Зарицкая. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Очевидно, что не все дети в результате становятся артистами-музыкантами все-таки. Но чем, вот как вам, кажется, на ваш опытный взгляд, все же полезны занятия музыкой и танцами для детей? Что они им дают? Оно полезно абсолютно и детям, и взрослым, потому что вообще искусство и музыка, в частности, она размягчает сердце. И даже дети у нас, заканчивающие, наш театр уже был в студии, теперь театр, становятся юристами, врачами, дикторами телевидения. Но, тем не менее, конечно, большинство идет в искусство, в музыку, в театр, в кино. То есть Саманта такой, как сказать, театр, который уже не отпускает детей, даже если они уже и выпускаются из его стен. Вы создали этот театр, вы руководите им уже более 30 лет. 38. Ого! Почти 40. Ну вот скажите, пожалуйста, Евгения, меняются ли ребята? Отличаются ли те, которые приходили в начале, и от тех, которые приходят сейчас? Отличаются больше родители, наверное, этих детей. Да, потому что, ну это же все-таки понятно. Если раньше родители были рады, что ребенок в октябрьском зале или в другом проедет там по транспортеру, помашет ручкой, то теперь он должен быть солистом, он должен быть в первом ряду. Амбиции родителей никто не отменял. Это вот что касается родителей. Но они правы, конечно, они же, в общем-то, хотят дореализовать то, что не реализовали они в своем детстве. А детки меняются, конечно, во-первых, меняется вообще система образования музыкального у нас в театре. Если раньше это был рояль, в лучшем случае какие-то начала аранжировочки, записи на кассетках, потом диски, то сейчас, конечно, больше возможностей. Они выступают иногда и с живым оркестром. А дети, а что они меняются? Они есть дети, единственное, что они все время вот так. Они не общаются так много, как мы общались. Они в основном вот в виртуальном каком-то мире. В гаджетах сидят. Да, это основное их отличие. Меньше разговаривают, меньше общаются. Но вы действительно даете детям очень много. Вы их учите на протяжении уже 38 почти лет, вдохновляете, заставляете поверить в собственные силы. А чему дети учат вас все эти годы? А вы знаете, что это такой, как сказать, взаимный процесс. Ну, во-первых, научили терпению. Меня и мою дочь, хореографа, которая пришла после института. Новое поколение, все очень четко, все. Но это тоже, как бы, она учится общаться не столько даже с детьми, сколько с родителями по известной причине. А потом дети, они же соавторы мои. Не просто вот мы общаемся. Я, когда пишу для них, вот мы начинаем учить. Я чувствую, что в какое-то место у них не очень получается. Я думаю, наверное, я что-то там попробую-ка изменить. То есть еще и такой творческий процесс взаимообогащения происходит. И это, конечно, очень помогает. Недавно Петербург отметил свой юбилей 320 лет основания. Мы знаем, что театр детской песни «Саманта» тоже приготовил нашему городу подарок. Ну, вообще, тема Петербурга, основная тема в моем творчестве, значит, и в «Саманте», тема России, Петербурга, много песен. Целый цикл «Петербург глазами композитора» и некоторые песни у вас уже звучали в ваших программах. Ну, и сегодня прозвучит. Обязательно. И мы с большой радостью приглашаем сюда юных артистов театра детской песни «Саманта». Встану на балконе, поведу рукой, что это за кони и кони над рекой. Купола и шпили, парки и мосты. Самый лучший в мире город – это ты. Петербург, ты такой красивый, Петербург – город мой родной, Петербург – здесь моя Россия, Петербург – ты всегда со мной. Петербург, ты такой красивый, Петербург – город мой родной, Петербург – здесь моя Россия. Петербург, ты такой красивый, Петербург – город мой родной, Петербург – здесь моя Россия, Петербург – ты всегда со мной. Петербург, ты такой красивый, Петербург – город мой родной, Петербург – здесь моя Россия, Петербург – ты всегда со мной. Петербург, ты такой красивый, Петербург – город мой родной, Петербург – здесь моя Россия, Петербург – ты всегда со мной. 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 Продолжение следует...